Всем привет! Вы на канале Собервижн. В этом выпуске мы будем заселять наших муравьев компонотус туркестанус в формикарий под названием муравейник. Им предстоит в составе 11 рабочих обжить свое новое гнездо. Я немножко расскажу вам о самой ферме и покажу, как можно сделать декор на арене. И по старой доброй традиции покормим сиропом наших желтых малышей после заселения. Но давайте обо всем по порядку. В начале выпуска я хочу поделиться с вами важной новостью. У нас открылся интернет-магазин. Там вы можете приобрести формикарий, арены, муравьев, все для декорации и многое другое. Ссылка на наш магазин в описании. Итак, ребята, я решил заселить муравьев в формикарий под названием муравейник. Почему я выбрал именно эту модель? В этой ферме гнездо имеет камеры естественной формы и фактически разделено на три модуля. В каждом модуле есть камеры с гипсовым полом и без, и камеры для увлажнения. Первый модуль совсем небольшой. В нем комфортно разместятся даже небольшие семьи муравьев. Затем, по мере роста, будем открывать доступ ко второму и третьему модулям. Когда формикарий будет полностью заселен, можно воспользоваться специальным выходом, которому подключаем дополнительное гнездо или новый формикарий. Перемычки просто сдвигаются и не требуют полного извлечения. Потерять их невозможно, только если вместе с формикарием. Арена у него встроенная и имеет внушительные размеры. Вентиляция сделана по боковым сторонам. Так и хочется сделать на такой арене красивый декор. Давайте этим и займемся. Для декора я буду использовать набор из нашего магазина под названием «Серые горы». Там есть все, чтобы сделать арену для ленивых. В частности, цементная основа для формирования рельефа и закрепления в ней всех декоративных элементов. Песок, серые крупные камни, серые мелкие и средние камушки, три вида пластиковых растений. Кроме того, есть в наборе и коряшка. Она будет одним из основных элементов на этой арене. Итак, давайте приступим. Первым делом возьмем цементную смесь, которая будет основой для размещения на ней всех элементов. Насыпем ее в какую-нибудь емкость и постепенно небольшими партиями добавляем воду. Тщательно размешиваем. В итоге должна получиться вот такая консистенция, по типу густой манной каши. Не забываем заткнуть чем-нибудь вход в гнездо, чтобы в него не попала наша основа и не перекрыла его полностью. Теперь размещаем основу на арену и формируем рельеф. В нее устанавливаем корягу и расставляем большие камни из набора. Затем я взял растения и сделал из них более мелкие образцы. Решил использовать растения только одного вида, чтобы не перегружать композицию. Далее насыпаем серые камни средней и мелкой фракции и немножко распределяем их с помощью кисти. Окончательным штрихом засыпаем все песком. Также проводим сверху кистью, чтобы песок погрузился в цемент и остался в нем после высыхания. В конце не забываем вытащить нашу вату из входа в гнездо, иначе после высыхания это сделать будет крайне проблематично. Вот что получилось после всех манипуляций. Теперь необходимо подождать, пока наша композиция не высохнет. Обычно этот процесс занимает около двух-трех дней. После того, как арена просохла, я взял кисточку и постарался убрать все, что плохо прилипло к цементной смеси. Дальше берем пылесос и убираем все, что отвалилось или плохо держится. Вот что в итоге у нас получилось. Это арена для ленивых. Не надо заморачиваться с тем, что муравьи постоянно копают, перемещают по арене песок, и могут поселиться прямо на арене. С таким декором все останется в первозданном виде. Кроме того, не будет проблем с уборкой мусора. Теперь давайте приготовимся к заселению муравьев в гнездо. Для этого увлажним первый модуль. Он состоит из трех комнат, две из которых имеют гипсовый пол. Между этими камерами есть камера для увлажнения. Заливать туда надо от 0,5 до 1 мл воды. Очень желательно использовать дистиллированную воду. Камера увлажнения устроена так, что большая часть воды поступает в нижнюю камеру. Тем самым муравьи смогут выбрать наиболее подходящую для себя комнату по уровню влажности. Самое время поместить на арену инкубатор с семьей. В этой семье всего лишь 11 рабочих. Это немного для заселения даже в этот формикарий. Лучше дождаться хотя бы 15. Но для эксперимента заселим только 11. Для удобства выхода из инкубатора муравьев я поставил к выходу спичку. Сразу после открытия инкубатора первые разведчики начали аккуратно осматривать местность. Спустя несколько минут на арене бегала парочка муравьев. Очень классно такие желтые симпатяги смотрятся на серых камнях и коряги. Я решил оставить их в покое и посмотреть, что будет с утра. Когда я пришел с утра к формикарию, то увидел, что инкубатор был пуст. Так где же наши желтые друзья? Вся семья уже находится в гнезде. Они заняли камеру с самым высоким уровнем влажности. По старой схеме поздравим муравьев с удачным заселением и дадим им сахарный сироп. Сегодня попробуем налить капельку сиропа на корку от апельсина. К сожалению, это была не самая удачная затея. Муравьям крайне не понравился, скорее всего, резкий запах цитруса. Пришлось действовать стандартно и поставить на арену половинку от оболочки фисташки. И тут достаточно быстро сироп был найден. Рабочий наполнил свое брюшко, и оно стало совсем прозрачным. Помылся и пошел искать дорогу в гнездо. Делал он это немножко неуклюже. После прибытия в семью поспешил передать другим муравьям вкуснейший сироп. В это время уже другие рабочие нашли наш заветный сироп на арене и приступили к трапезе. Вот такое видео сегодня у нас получилось. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых сюжетов. И обязательно поставьте лайк. Пишите в комментариях, что вы думаете о заселении муравьев-формикарий в таком малом составе. Всем спасибо за просмотр и всем пока!